Первый региональный турнир среди учеников центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» города Наринмара по шахматам «Рост» стартовал в регионе. Организатор Ненецкий региональный центр развития образования. Турнир проходит на базе «Точка роста» школы номер один. Участие в нем принимают более 40 школьников. Подробности Ольге Русу. Ученик первого класса, любитель шахматной игры Тимофей Неустроев участвует в турнире «Рост» второй день. Своими результатами очень доволен. Любовь к этому виду спорта мальчику привил папа. Если расслабиться, ну подумать, тогда победишь. А если будешь очень думать, ну так, сильно. Ну иногда так и так. Как вчера ты сыграл? Два раза я проиграл, а третий выиграл. Стаж Варьи Зиненковой как шахматистке всего несколько месяцев. Несмотря на то, что девочка-новичок в этой игре, есть положительные результаты. Вчера на соревнования проходила. И как ты сыграла? Три раза из трех выиграла. Расстроилась? Да нет, нормально. Еще один участник шахматного турнира – 11-классник Егор Чупров. Юноша уже сыграл три партии. Говорит, что есть успехи. У меня остался только один сильный противник, два таких уже слабеньких. Остальные два, которые я уже прошел, я им как бы проиграл. А остальное, ну так, все легко идет. Первый региональный турнир по шахматам среди нарьинмарских школьников собрал в точке роста первой школы учеников с первого по одиннадцатой классы из всех городских образовательных учреждений. У нас есть талантливые и перспективные ребята. Шахматы в округе достаточно популярны. До пандемии на детских соревнованиях участвовало больше ста человек. Но сейчас в данных условиях, конечно же, меньше. Но все равно каждый год, каждый год, в сентябре, в октябре, когда мы набираем детей в кружки, ну, от 50 человек приходят, чтобы записаться и учиться играть в шахматы. По мнению судей, о игру юных Карповых и Каспаровых оценивают участники окружной федерации этого вида спорта, шахматы среди молодежи весьма популярны. По этому турниру еще нельзя судить, только начало его. Так вот, до пандемии мы проводили два года школьное первенство и первенство «Белая ладья». Есть очень интересные ученики. Скажем, во всей массе пока, конечно, слабовато, но человек 5-6 наберется, с которыми не стыдно съездить и где-нибудь выступить. Единственная проблема – у федерации нет своего помещения для проведения массовых турниров, чтобы комфортно размещались и участники, и болельщики. Когда турниры, особенно школьные, когда у нас как этот, мы предлагали в фойе или где-нибудь в Лидере, в Арктике, потому что вот здесь еще мало народу. А когда мы проводим «Белую ладью», это проходят выходные дни, и родители приходят с детьми. Здесь понятно, что родители бы сидели вот здесь и смотрели. А там можно по столике поставить, чтобы родители могли ходить, смотрели, как их ребенок играет. Итоги турнира по шахматам среди учеников городских школ подведут в пятницу, 26 марта. Тогда же состоится награждение участников и честование лучших игроков. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.